всем привет мы на нашем балконе сережа делает проводку прокидывает на сарай до занялись мы электропроводкой проводить сейчас как на проводим в сарай света будет у нас светло как в доме да сейчас закрепит здесь кабель на сарай и дальше уже пойдем туда проводить на улице немножко дождик моросит то моросит то перестанет к нам тут вчера приходил дяденька показания снимать которые каждый месяц ходят у нас внешних этих но домовых счетчиках сами смотрят показания вот ну-ка скажи что он нам сказал сказали что мы воруем свет потому что не может такое быть чтобы так мало нажигали свету ночью удивлялся стоял и говорил нет вы наверно свет воруете и нас обвинили короче воровстве ну как конечно не просто так шуткой будет как так у вас так мало света знаю мы привыкли так людей всегда больше ну во первых у нас нет хозяйства еще раз во вторых у нас мы всегда используем энергосберегающие лампы у нас везде поставлены во всем доме в третьих у нас привычка уже многолетняя вышел из комнаты выключи свет короче вот так оказалось что мы экономно тратим электричество по сравнению с остальными ничего сейчас хозяйство заведется я думаю это быстро исправится все равно добавится приличная часть всякие инструменты будут работать само освещение сарае последние дни у нас были немного напряженными такие моральном плане тяжелые можно сказать потому что мы начали выбирать свою первую технику дойный аппарат сено резку дробилку и прочее вот это все канитель в общем так как сереже некогда этим заниматься он сарае возился все это время вот этим занималась я мне пришлось головой окунуться в мир техники изучать из какие бывают там моторы боже мой это вообще караул я весь мозг все сломала я два дня сидела наверное ну читала смотрела читала всякие статьи смотрела обзоры на разные модели искала их на сайтах изучала там стоимость искала заводы которые производят в общем огромная работа можно сказать была проделана развлекалась вообще по полной да но если с зернодробилка и сено резко это все было конечно гораздо проще там как бы это не такие сложные агрегаты то дойный аппарат попортил мне нервов значительно больше я бы вообще никогда бы не подумала что их такое огромное разнообразие и они такие разные каких их только нет двухтактные трехтактные поршневые с роторными моторами моторы асинхронные коллекторные попарного или синхронного водоене боже мой моторы но моторы масляные сухие ой и все и про каждое все 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 надо изучить потому что ну хочется же понимать что ты приобретаешь и ну как бы не так что ты купила потом схватился за голову боже мой что же я купил надо было лучше выбирать да чтобы выбрать нужно сначала понимать вообще что это за аппарат какие каким способом он работает и какие сюрпризы тебя буду ждать в будущем но опять же что-то хотел сказать просто людьми пользуются хотелось бы получить большое количество каких-то отзывов по тому или иному аппарату но этого опять же нет ну точнее есть как размыто мало очень мало информации мало в качестве обзоров каких-то на youtube вроде заходишь там набираешь да ну там дойный аппарат их вроде выскакивает много да какие-то обзоры но опять же не те которые вот например ты выбрал да вот ты выбрал какую-то модель себе заходишь а не что-то посмотреть ничего нету начинаются муки выбора вроде тебе понравилось по описанию но в живую ты не видишь этого у тебя нет каких-то более-менее адекватных отзывов от тех кто уже пользуются вот и конечно страшно покупать ну потому что голоды очень много воды в отзывах ну да да ту информацию к тебе которую тебе хочется получить ее практически нет вот поэтому на данный момент что у нас дойный аппарат ну как бы мы изучили да мы примерно выбрали какой мы склоняемся сейчас что мы будем покупать дойный аппарат производства чвмз это саратовский или самарский путаю путаю сюда саратов самаре саратовский по моему производство далеко от нас поэтому вот аиды они там выпускают а едва их куча разновидностей вот одна из моделей мне как-то приглянулась больше понравилось скорее всего будем у них заказывать что касается синарезки и зернодробилки можете поздравить мы их уже заказали оплатили мы ждем доставку на следующей неделе заказали мы у уралспецмаша челябинский завод который производит оборудование для фермеров то есть у них и марка так и называется фермер и синарезку и дробилку у них заказали отзывы тоже конечно 50 на 50 скажем так ну как любое российское производство где-то что-то нужно доработать самому да но но ничего страшного но с другой стороны они простые как три рубля можно сказать поэтому здесь тоже проще что-то доделать самому что-то починить плюс у них весь спектр запчастей всегда в наличии вот поэтому мы склонились все-таки больше к этой марке ну и плюс почему мы заказали самого завода нам даже с доставкой обошлось намного дешевле чем здесь покупать либо через местный интернет магазину либо магазине так что я теперь а все этой техники знаю столько сколько мне даже не нужно обращайтесь да скажу про зернодробилки всех марок всех конструкций все обзоры на ютюбе пересмотрены на любую модель всех синарезок существующих про и дельный аппарат и вообще молчу мне даже столько не надо сколько я узнала сколько и статьи перечитала сколько обзоров посмотрела естественно чтобы мы не выбрали чтобы мы не купили стопроцентной гарантии нет что это там не сломается не дай бог тву 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 через месяц потому что уж такая у нас техника что поделать смотрела конечно не только российское производство турецкое еще очень популярностью пользуются но мы все-таки решили вот что будем покупать российские аппараты поддержим так сказать отечественного производителя у нас соратчики появилось еще одно окно все уже решил все таки вот в этой пристройки еще в стене сделать окошечко то ли то есть вот в крыше на крыше и в стене еще что было еще больше света еще у нас вот здесь появилась дверь в этой пристройки которую мы делали вот он проход кормушкам в эту дверь можно выйти в то помещение где будет храниться у нас корма зерно будет стоять там все нарезка дробилка и прочее то есть там будет приготовляться корма то очень удобно то есть туда зашел подробил что-то порезал наложил там ведра или как ну как удобно будет вот и прошелся сюда через эту дверь не надо вокруг ходить не надо на улицу выходить сразу сюда зашел и всем раздал кстати хотела сказать еще когда я заказ делала в этом уралспец машина я сначала позвонила да вот мясо челябинской области где они там находятся вот спросила все про эти товары там ага но они такие ну делайте заказ типа на сайте стопроцентная оплата идет это да такое есть то есть заказываешь сразу все оплачиваешь потом к тебе перезванивают и выбираете транспортную компанию какой вам доставят и куда и все они отправляют ну то есть так и было у нас но самый интересный момент и когда значит выбрала все оплатила там выставили счет оплатила перезванивают типа вот все прошло платеж прошел ага ну тут такая загвоздка ту модель которую вы выбрали зерна дробилки ее сейчас нет и очень очень долго ждать и вряд ли типа ближайшее будущее она появится ну давайте мы с вами другую подберем да ну отлично ну как бы да две недели я это выбирала недель два дня шучу да вот и вы мне сейчас такое говорите вот но в итоге они предложили другую модель но они там господи отличаются на самом деле действительно вообще не существенно там практически нет отличий она там разница в 200 рублей получилось на 200 рублей дешевле чем я заказывала и на эти 200 рублей они нам накидали еще там предохранителей короче запчастей к этому сетку там с более меньшей ячейкой вот вот такая система так что все-таки перед тем как заказать лучше все-таки позвонить и спросить про наличие конкретной модели вот я когда звонила узнавала про сенорезку ну а про дробилку что-то почему-то не спросила сразу мне показалось это так ну это же какой-то такой массовый товар да дешевый ну как нет недорогой относительно вряд ли его не будет а вот оказалось нет мне больше волновалась и нарезка которая действительно очень такой редкий товар и вообще тяжело найти вот поэтому сразу не спросила вот вышло вот так в общем оплатили одно подсунули другое так слежа натягивает провод вот так вот это будет выглядеть от дома нет конечно можно было попросить возврат без проблем и вообще ничего не покупать но смысл все равно зерна дробилка нужно ну подумаешь нет это так другая модель они действительно там отличаются вообще несущественно так что вот так зерна дробилка сенорезка придут ну вроде как обещали на следующей неделе заказали мы в алейск ближайший город естественно по деревням никто даже по районам это все не развозит вот заказывайте в ближайший к вам город и забираете эти сами как хотите вот как все приедет все покажем самим очень интересно протестируем как все это работает подробим зерно порежем сено вот ну надеюсь хотя бы будет рабочем состоянии то хорошо на этом спасибо вот адойный аппарат попозже мы будем заказывать решили ну во первых он нам не так спеху до корма готовить понятно уже как бы сейчас можно начинать тем более не столько много времени осталось до момента когда мы пригоним первых нителей вот но доильный аппарат когда они там еще отелятся все равно там месяц-два уж подождет его покупка попозже закажем тут там разглядываешь собираешь щиток это здесь будет до щиток для сарая хорошо у меня супер идея опять так боюсь этих слов у нас же есть старый счетчик который мы сняли но в доме который был вставлен сюда в пиндюре зачем будем точно знать сколько сарая вас потребляет электроэнергия а в смысле чтоб через него проходила чтобы он считал но в общем ну я поняла все но тот щиток будет общий чисто для отчета в месяц будем знать расходы на электричество на сарай что чудо прикольно почему нет но если это несложно считать доходы и расходы почему бы нет ну кстати да то есть можно будет сразу вычислить все потребление всех этих всего оборудования грубо говоря даже если у нас будет дойка стоять в доме я просто отсюда и запитали все у нас кстати есть шальная мысль по поводу проведения вакуума вакуума провода из дома но это мы потом расскажем не будем забивать голову все сбегал сервер за счетчиком этим старым чё так подойдет короче будем улера можно будет разориться за 300 рублей взять самый дешевый счете который то есть этот не подойдет до ну ладно я запишу тогда еще хотел сказать если кто-то думает что мы слишком сильно заморачиваемся может быть по поводу покупки там всего этого оборудования до что нет ничего нет ничего проще просто прийти в магазин взять и купить то это не так если мне кто-нибудь покажет хоть один магазин в толстайском крае да вообще в принципе хотя бы барнауле где приходишь и на полках грубо говоря стоит ряд всяких разнообразных доильных аппаратов все нарезок не меньше десяти штук и так далее который вот пришел и просто купил я скажу вам огромное спасибо на самом деле такого практически не бывает даже особенно не то что даже особенно в магазинах районных деревенских это все привозится под заказ то есть даже бывают магазины до в районе где которые торгуют вот этой техникой какой-то я не говорю сейчас про зернодробилки это самое массовое оборудование которое действительно да его их ее можно было и просто зайти в магазин купить она будет любом случае в районе вот но так как мы заказывали все нарезку мы просто решили сразу книзу на дробилку добавить пусть вместе придут да и все вот а что касается более крупной техники которая стоит 25 35 тысяч и дороже никто массово не будет ее закупать чтобы вот вы пришли в магазин и выбрали то все привозится под заказ один раз я видела там в районном магазине доильные аппараты два штуки их стояло два самых дешевых то есть вот в принципе весь выбор соответственно если более менее что-то качественное вам хочется где-то найти вам придется все равно это все самим заказывать откуда-то ну либо в тех же магазинах которые также возьмут позвонят на завод и закажут ну а смысл сделают еще свою накрутку я тоже умею пользоваться интернетом я сделаю это сама да также закажу с этого завода и мне выйдет дешевле вот поэтому насчет такой техники более дорогостоящей приходится заморачиваться искать все самим тем более пока ты лично не начнешь как бы с этим сталкиваться что-то искать ты не поймешь что ну вот это все все разнообразие да даже если ты где-то в магазине видел какой-то там кучи техники то и тебе кажется что это все так просто как бы достать пришел и купил то скорее всего когда ты на самом деле начнешь искать конкретно для себя эта техника вся окажется тебе не подходящий не той мощности не того размера грубо говоря да то есть не не подходящий именно для того его хозяйства выбираем чтобы она запасом было но допустим сколько у нас получится допустим 6 взять нитили то есть будет 6 коров да вот а вдруг вот не знаю что ты прозит цена мало на молоко упадет или вырастет нам заново цена на молоко вырастет она захочет еще больше зарабатывать мы поставим 10 коров там 12 коров а этот аппарат ну тянет он блин не знаю 5 6 коров и все дальше надо будет остывать что-то с ним это тяжело будет там ломаться что-то еще то же самое с дробилкой тоже самое с сеновеской берем запасом мощности до запаса да 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 все правильно вот я тоже когда начала изучать дельные аппараты для меня кстати было открытием ну потому что как-то не интересно не интересовалась до этого не знала что они не только абсолютно все разные по устройству и типу доения но они еще и предназначены для разного количества коров то есть это не значит что возьмете любой дельный аппарат и сможете им доить там стадо из 15 голов грубо говоря вот они тоже все разные мощности и но он выдает но скорее всего через месяц у нас просто сгорит потому что он не рассчитан на такую нагрузку поэтому вот не все так просто а комментарии к обзорам на ютюбе техники это вообще отдельная тема ой почитаешь иногда думаешь боже мой один говорит всегда да у меня там такой аппарат десять лет работает ни разу не сломался другой говорит да это вообще фигня полная только привезли весь рассыпался никогда не покупайте третий орет чё вы хаете нормальная контора знаете сами господи youtube смотрите что можно мозг сломать пока все это перечитаешь вот и я абсолютно уверена что даже вот ну и насчет нашей техники которые мы заказывали заказали сейчас и такие же комментарии читала что это вообще фигня полная не покупайте никогда вот но все равно очень много людей пишут что нормальная техника многие пишут вы просто не умеете пользоваться в общем ругань в комментариях вообще меня повеселила за эти дни хоть какой-то плюс был в том что я все это изучала и смотрела кто опять орет чё надо меня заколебали уже у меня нет столько еды жрать пришел ну пойдем но муками выбора на этой неделе мучилась не только я сереже тоже немножко досталось он вчера пытался выбрать зимнюю резину на нашу машину да ну перепсиховался есть естественно все интернет-магазины то только два колеса осталось то все под заказ через месяц наличие нету то еще что-нибудь да да они еще и подорожали они еще подорожали на три рубля каждая 3 рубля если где-то две недели назад он смотрел те колеса ну три недели назад те колеса которые хотел сколько они там стоили я не помню в общем они через три недели как начался вот сезон грубо говоря подорожали на 3 тысячи каждое колесо то есть комплект на 12 тысяч дороже теперь деньги из воздуха нам бы научиться так зарабатывать как люди это делают пункт заработал да а самая главная новость к нам в гости едет моя мама ревизор моя мама ревизор да мы скорее всего ненадолго пропадем не знаю смогу я выкладывать ролики или нет ну так что если мы там исчезнем на несколько дней не пугайтесь к нам просто приехала в гости мама приедет она в понедельник уедет 1 октября вот и что может быть то билеты уже куплены вот и следующей неделе у нас будет очень насыщенная потому что встречать мы и провожать мы ее будем в Барнауле соответственно мы два раза на следующей неделе скатаемся в Барнаул туда обратно потому что по пути надо будет еще ездить вот это купить вот это сделать у нас просто так не можем съездить куда-то вот ну просто взяли и съездили не туда попутно что-то еще вот вот прям блин ну не каждый день мы катаемся в Барнаул естественно у нас целый список дел к тому моменту как мы поедем встречать маму мы поедем намного раньше естественно уже с утра мы будем в Барнауле и понеслась нам надо купить вот как раз зимние колеса на Патрик наш у нас вообще нет зимних колес шипы мы заедем в Леруа Мерлен естественно поностальгируем да ну просто много чего надо так я не могу привыкнуть до сих пор магазинам что подайте то подайте это что не самообслуживание что подошел вот посмотрел вот в голове перевернул вот так все мне пойдет кто то а тут тебе дают очередь стоит ну блин ну не это не знаю тормозом я на штат что я не могу быстро сообразить да ну поэтому погуляем по Леруа мы ну во первых не просто погуляем действительно много что нужно мы возьмем генератор да мы выбрали уже возьмем генератор Леруа Мерлен ну возьмем трубы нам нужны на водопровод в сарай немного, много чего еще. Фитинги, краны. Всякая такая мелочевка. Наконец-то я разговариваю с саморезами нормальными. Всяких разных наберу прям по ведру. Да, в общем, Сережа сметет все в Леруа. Цепи надо, карабин надо. Дофига чего надо. Прямо должна вот... Сколько времени? Что вот сейчас уже список составляет? Составляется и прям я думаю, что его еще... И не заканчивается никак. Да. Ну, а потому что действительно, во-первых, дешевле. И мы же как бы не специально за ними едем. Поэтому как бы вроде заедем, поэтому и дешевле получится. Во-вторых, в одном месте ты наберешь много всего, кучу сразу. Кучу всего. Ну, просто если все равно поедем встречать, то почему бы не воспользоваться возможностью, не заехать в эти магазины. Плюс я еще наконец-то выбрала прикроватные тумбочки. Мы же здесь так их не купили. У нас нет прикроватных тумбочек. Потому что здесь их стоит полторы штуки. Они мне обе не нравятся. И ассортимент не меняется вообще в районе. Мы даже в Олейск ездили, мебель смотрели. Ничего там интересного. Вот. Поэтому я нашла опять же в интернет-магазине в Барнауле. Позвонила им. Есть в наличии. Сказали мне адрес склада. Вот мы подъедем. Если у нас время останется, еще загрузим тумбочки. В общем, дел позарез. И еще мы надеемся опять же все совместить. И когда назад уже мама поедет на обратном пути, нам уже должен прийти груз этот в Олейск. Здесь нарезка с дробилкой. Скорее всего, мы сразу и заберем. Я надеюсь, что успеет уже прийти. Было бы хорошо. Было бы сейчас вот и лето. Я бы еще вот прям с Барнаула бы сразу мешков пять цемента припер. Ну, уже здесь есть цемент. Дороже? Да, дороже. Все подешевле. Хотя, знаешь, уже как-то это... Не сказала бы. Иногда действительно что-то у нас и дешевле даже, чем в Барнауле. Да много дешевле. Кстати, тот же самый стройматериал. Нам говорили, что в Барнауле дороже. Но даже я смотрела объявление, действительно в Барнауле дороже. Есть даже люди, которые из Барнаула приезжают сюда, загружаются. Ну, типа Перекупов, или как сказать. Им дешевле его ходят и увозят в город. Вспомни это самое. Новосибирск. Это у меня вот костюм, который осенний камуфляжный, да? Мы ездили по Новосибирску, искали такой вот. Ну, типа такого именно хотел. И все, сколько там? Шесть, пять, семь тысяч. Шесть, пять, семь. Приехали в Бис на рынке. Блин, такой же камуфляж мы купили. Тысяча за три, что ли, его? Да. Вот, пожалуйста. Разница. Да. Больше налогов, больше посредников, дороже жилого. Торговая площадь-то, то есть. Не знаю, не буду вдаваться в подробности, как все это происходит, не суть. Но бывает вот так, что и у нас дешевле какие-то вещи, чем в городе, да. Ну, просто говорю, что я не могу привыкнуть, что подать и то, подать и это, я это посмотрю. Не, ну то, что, конечно, ну, бывает такое, скучаешь по большим магазинам. Ну, не в смысле, что скучаешься в том плане, что удобнее выбирать. Ассортимент, конечно. Ассортимента больше. Ну, ничего, привыкнем. Да, ну, мне вот все равно. Оно просто, понимаешь, потому что вот сейчас нужно это все. Потому что мы строимся, надо все и сразу, да. И вчера. И вчера еще. А когда уже все готово, ну, что-то тебе там нужно подделать, ну, нету в районе, ну, поехал, заказал, тебе прислали, да и все. Ну, да. Без проблем. Продолжим. Да. Так что вот так. Мама моя приедет на поезде в Барнаул. Ей и так на поезде. 12 часов почти ехать. Очень дальняя дорога. Потом мы ее еще встретим, еще с Барнаула сюда привезем. Вот. В общем, покатушки нам предстоят славные, большие, длинные на следующей неделе. Давно мы уже, мы уже отвыкли от таких покатушек, как у нас были, когда мы там ездили, дом выбирали. Ну, и вообще пока там в городе жили. Что постоянно, где ты катаешься, ты постоянно в машине. Вот, на следующей неделе вспомним это. Еще мы вчера узнавали про дополнительное сено для нас, потому что то, что, ну, изначально мы заказывали, что нам привезли. Уже после этого мы, видите, 10 раз передумали, сарай расширили и решили побольше, да, голов прикупить. Соответственно, нам этого количества сена не хватит. Вот. Вчера позвонили, узнали. Ну, вроде все нормально. Потом довезут нам. Купим. Не останемся без сена. Вот. Также мы сейчас озадачены поиском соломы. Хотелось бы нам вот, дополнительно еще для всяких задумок, так сказать, чтобы у нас солома стояла. Ну, и на подстилку хорошо, и так пригодится. Вот. Возможно, тоже удастся привезти. Так, пошли, пошли. Проводочки по сараю. Давай. Больше лампочек, больше света. Сережа сказала, размечталась, кабель закончился. Больше света, ей, больше лампочек. Надо покупать. Потом такая разводка будет. Дальше. Сейчас Сережа там сделает один выключатель, да, Сереж? Ну, чтобы хотя бы одна лампочка пока горела. Да. Ты делаешь. Потом докупим. Провода, да, это уже будем дальше разводку делать. Кстати, хотела еще сказать, что моя мама никогда не была на Алтае в жизни. Это будет ее первая поездка. Никогда в жизни не видела горы. Я думаю, что ей должно понравиться. Ну, на пенсии хотя бы попутешествует немножко. Так что привезем ее к нам и потом еще покатаем по горам, да? Прокатим на самые высокие горки. Чтобы впечатлений было. Съездим, где телочек смотрели. А, нифига себе. Нет, это слишком. Я думаю, будет... Сразу не стоит так. Сразу не стоит. Это будет перебор на такие перевалы. Хотя бы так. По горкам рядом с деревней покататься. Все, последний шаг. Осталось это теперь все в доме подключить. Ну, наш сарай. Подключить к автомату в доме. К свободному, да? Не он. Все получилось, кажется. Ура! У нас зажглись первые лампочки в сарае. Все получилось. Даже розетка работает. Даже розетка работает. Все. Ну, потом продолжим. Когда докупим весь остальной материал. Еще выключатели, еще лампочки, еще провода. У-у-у, сколько всего. Ну. Чего говоришь? Каждой корове по розетке и выключателю. Каждой корове по розетке и выключателю. Зачем? А так? Пусть пользуются, что? Фен им дадим. Пусть там укладку делают. Обогреватель для копыт. Каждый стоит индивидуально. Для копыт. По-другому никак. Куда бросил? Кого потерял, что опять? Кстати, хотела еще сказать, что настало то время, когда мы каждый день теперь уже топим печку. Все. Теперь уже каждый день. Тепла больше не будет. Да. Что у нас по ночам где-то? Ноль. Плюс два. Плюс четыре, плюс шесть. Сегодня плюс семь я встал. А, утром было плюс семь. Еще тепло так. Тепло. Вчера вообще... Вчера, да, вчера вечером ветер стих. И вот до сих пор его нету. И все, и прям сразу тепло. Ну, конечно, от ветра холодно. Как бы на улице сейчас вот, ну, плюс семь, плюс восемь. Хорошо, тепло. Вообще не холодно. Ну, когда одет. Нет, ну да, ну все равно плюс семь, плюс восемь, как бы... Не минус десять. Да, нет, я к тому, что печку-то все равно уже топить надо. В доме-то все равно холодно. Ты уже так не будешь себя комфортно чувствовать, как летом. Да, у нас у меня, по-моему, первый день. Ну, не то, что... Ну, не первый, а... Ну, один из немногих дней, когда это... Ветра нет. Ну, да. Нет ветра. Один из немногих дней таких. Ветра здесь, это явление практически постоянное. А везде. У нас просто там, где мы раньше жили, мы жили в лесу, в Бару. Поэтому особо как-то нас и не беспокоило. Мы не чувствовали. А так-то он всегда, по-моему, туда подо мной уже постоянно, каждый день ветер, 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 ветер. На этом сегодня у нас все. Сейчас будем готовиться к поездке в Барнаул. Встречать маму готовиться. В субботу у нас генеральная уборка. Будем вылизывать весь дом. Да, все правильно, я буду это делать. Вот, и Сережа будет составлять списки, чего нам нужно в Барнауле. Да, так что всем пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok